Уже больше года звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк лечится от агрессивной формы рака мозга. Ей диагностировали глиобластому. Сейчас актрису поддерживают не только родные и близкие люди, но и многие представители шоу-бизнеса. Состояние Заворотнюк постепенно улучшается, актриса делает всё, чтобы как можно быстрее преодолеть болезнь. На протяжении всей реабилитации звезда сериала «Моя прекрасная няня» ни разу не выходила на связь с фанатами. Бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова рассказала о том, что Заворотнюк всё понимает и ей не хочется показывать себя публике. По её словам, болезнь внесла непоправимые изменения во внешность 49-летней актрисы. При этом окружение Анастасии не уточняет, что именно произошло с ней. Они лишь намекают, что метаморфоза во внешности похожа на те, что были у певицы Жанны Фриске, когда она лечилась от глиобластомы. Театральный продюсер Валерий Сергеев сообщил, что Анастасии применяли химиотерапию, которая очень сильно сказалась на её внешности. Меняется всё – взгляд, состояние и цвет кожи. В свою очередь, музыкальный продюсер Олеся Сазыкина заявила, что несмотря на невзгоды, прекрасная няня держится молодцом, ухаживает за собой и общается со своим духовным наставником, батюшкой. Поддержка родных помогает ей не опускать руки и верить в лучшее. Напомню, Анастасия Заворотнёк весь последний год проходила лечение в США. По словам врачей ЦКБ, где находилась актриса, она сейчас дома, но её привозят на процедуры. Один из медиков сообщил, что она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы. В мае на совещании о развитии генетических технологий при участии Владимира Путина, директор Московского института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что есть шанс спасти актрису с помощью вирусов. Осталось пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие. Он рассказал, что существует методика, по которой можно подобрать вирус, способный убивать раковые клетки конкретного человека. Тогда же член-корреспондент РАН Пётр Чумаков добавил, что на данный момент у Заворотнюк наметилась ремиссия. Поэтому к экспериментальному лечению семьи актрисы обратится в том случае, если будут ухудшения. «Пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию». За состояние Анастасии Заворотнюк волнуется отец Жены Фриске, которая пять лет назад скончалась от рака мозга. Об этом Владимир Борисович рассказал в интервью изданию «Собеседник». По его словам, в ситуации с Жанной выписка домой не оказалась гарантией излечения. Тогда певица стала лучше, на протяжении четырёх месяцев всё было хорошо, однако после резко наступило ухудшение, и за семь месяцев она ушла. «Неизвестно, как будет в случае с Настей, дай бог, что всё будет хорошо и чтобы лечение помогло этой девочке», – пожелал актрисе Владимир Борисович. Также он высказал надежду, что новое лечение при помощи прогрессивного метода вирусов, которые убивают раковые клетки, поможет актрисе. Он вспомнил, что такой же метод хотели использовать в случае Жанны с таким же диагнозом пять лет назад. Однако гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев запретил использовать этот метод. На тот момент Фриске кололи лекарства стоимостью 60 тысяч долларов за один укол. Но Шепелев решил остановить лечение, как только началось улучшение, после чего последовал рецидив болезни. 25 июня 2015 года Жанна Фриске ушла из жизни в возрасте 40 лет. Её родственники до сих пор считают, что Шепелев напрямую виноват в смерти певицы. Также в интервью изданию «Собеседник» Владимир Борисович рассказал, что близкие Анастасии и Заворотнюк не обращались к ним за советом по лечению из-за того, что они сами так и не смогли спасти Жанну. Отец певицы отметил, что за прошедшие годы появились новые методы лечения, которые наверняка помогут Насте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова